История человечества, призванная опорочить наших предков и возвеличить западную цивилизацию, многими учеными уже не признается как авторитетная наука. Сегодня в странах славянской культуры стоит вопрос о том, чтобы на основе новых открытий и современных археологических данных внести в мировую историю существенные коррективы. Мы решили найти ответ на вопрос, на чем основывались предания Средиземноморья о легендарной Атлантиде и кого жители Древнего мира называли богами. Теория заговора. Черноморская Атлантида. В предыдущих выпусках Черноморской Атлантиды мы затронули важные и острые темы, рассказали о следах грандиозного потопа в Крыму, о таврах и датировке пещерных городов. В этот раз мы посетим склоны Качи-Кальона, уникального памятника древности в Бахчисарайском районе Крыма в долине реки Кача, а также расположенный неподалеку православный Анастасиевский скит. В этой программе мы расскажем о том, как современные монахи строят пещеры и сравним их труды с технологиями создания древних пещерных городов. Качи-Кальон – один из крупнейших пещерных городов Крыма, расположенный между селом Предущельным и Баштановкой Бахчисарайского района. Сейчас эта местность переживает словно второе рождение, является по сути многофункциональным туристическим комплексом, в котором собраны и потрясающий крымский ландшафт, и рекреационные объекты, и духовно-религиозные, и исторические памятники. В первую очередь это относится, конечно, к той части Качи-Кальона, которая считается пещерным городом. Но прежде чем мы отправимся к пещерным камерам над долиной реки Кача, зайдем в расположенный с другой стороны горы Качи-Кальона православный Анастасиевский скит. Обитель в последние годы активно развивается и прирастает в том числе новыми постройками. К тому же, как не строителям этого скита знать о пещерном строительстве? Считается, что появились эти объекты в Средневековье и строились как раз в связи с религиозным фактором. У нас появилась прекрасная возможность, так сказать, по свежим следам, узнать о реальных трудозатратах на выдавливание пещер, причем непосредственно возле классического крымского пещерного города это происходит, и сопоставить эти трудозатраты и другие показатели с соответствующими показателями и с масштабами строительства древних крымских пещерных городов. Считается, что традиции пещерного жительства появились на полуострове вместе с христианской братьей из Византии, в 8 веке нашей эры переселившейся в эти дикие тогда места полуострова, на дальнюю окраину империи. Это был период так называемого иконоборчества в Византии, и иконопочитатели бежали от новых властей и новых порядков. Но сохранились ли технологии выдалбливания пещер монахами, не имевшими под рукой каких-то серьезных инструментов, да и вообще не обладавшими строительными навыками? Современные пещеры, да, строятся уже техникой, большая тяжелая техника, эскаваторы с функцией отбойного молотка. Но большая пещера, смотря какой объем, занимает несколько, может быть, недель, может быть, даже месяц, если это большая пещера. Какими же технологиями и инструментами пользовались средневековьи те, кто выдалбливал в крымских скалах все эти многочисленные пещеры? Старинные пещеры, конечно, не таким способом изготовлялись, видимо, вручную, но каким инструментом, нам неизвестно, потому что вы когда видели, там, параллельные такие полосы, достаточно длинные, метр или даже больше, и они идут несколько штук подряд, и потом их пересекают такие же полосы поперек. Каким это инструментом, нам даже очень сложно понять сейчас. И как, и насколько это долго, и насколько это было трудно. Может быть, порода была другая в те времена, может быть, она была мягче, может быть, ее как-то вырезали чем-то. Ну, про археологов мы тоже спрашивали, они нам тоже конкретно ничего не сказали про это. Сейчас, глядя на представленные в музеях инструменты, даже тысячелетней давности, не говоря уже об орудиях производства, которыми пользовались люди, скажем, две с половиной тысячи лет назад, невозможно вообразить, какие же нечеловеческие усилия, сколько времени тратили обитатели Крымских гор на сооружения каменных камер. Вместо того, чтобы строить по другим, с древности же известным, более прозаическим технологиям. Проще выражаясь, вместо того, чтобы строить обычные человеческие дома. Повторять то, что наши древние предки делали кайлом и зубилом, пришлось вот такими отбойными молотками. Сколько же нам известно в Крыму пещерных городов и сколько в них выдолблено кубометров скалы? Разные крымские исследователи делали свои соответствующие подсчеты, и обобщая их, мы можем говорить о следующей пещерной статистике. Итак, учитывая, что высота пещерных сооружений колеблется примерно от полутора до двух метров, мы имеем порядка 30 тысяч кубических метров извлеченной породы. И это, так сказать, базовый, не оспариваемый, даже консервативно настроенными исследователями уровень. 30 тысяч кубических метров каменной породы. Это только главное пещерное помещение в основных пещерных комплексах, причем без самого главного, им керманского. А сколько еще, точно не учтено. Сколько погибло безвозвратно, многие пещерные города потеряли до двух третей своих пещер. Причем разница между тем, что делает современная техника, и то, что создавали наши предки, очевидна. При вгрызании в скалу отбойного молотка, известняк кусками отваливается, а потолок обрушивается, и добиться глубоких помещений, да еще и с тонкими стенками между камерами, с современными инструментами в век технологического прогресса просто невозможно. Плюс сюда нужно отнести трудозатраты и время на обработку скалы, ведь практически все зафиксированные пещерные помещения в Крымских горах имеют внутреннюю обработку. Как же и чем они их строили? Смотри, я предлагаю не растрачивать силы, пойти залезть. Смотри, нам надо что сделать. Нам надо и обследовать те пещеры, которые обрушились и лежат. А теперь отправляемся на обследование самого пещерного города Качикальона. Что о нем известно? Считается, что его возведение началось в 8-9 веках, то есть пока в Европе царило темное средневековье, в Крыму велось грандиозное строительство с применением супертехнологий, никому более неизвестных. И раз кольцо, два кольца, три кольца, четыре кольца. Такое ощущение, что просто связывалось одной какой-то веревкой, канатом каким-то, все вместе стягивалось, для того, чтобы что-то удерживать с этой стороны. Вот целиком взяли, один канат протянули и здесь что-то удерживали. Ну, может быть, знаешь, вход в пещеру, чтобы супергерметично мы его удержали. К примеру, Качикальюна считается центром виноделия. Количество известных сейчас здесь тарапанов, каменных сооружений для изготовления вина, аномально высоко. В небольшой скальной гриде, растянувшейся вдоль дороги почти на километр, можно найти до ста тарапанов. Но изначально их было гораздо больше. Учитывая, что виноград давили 4-5 недель в году, а остальное время сооружения простаивали, получается, что люди верили в свое дело настолько, что готовы были идти на сумасшедшие трудозатраты. Во всех остальных пещерных городах Крыма тарапанов насчитывается не более двух десятков. В Херсонесе, считавшемся крупнейшим центром виноделия, было обнаружено лишь 9 таких приспособлений. Вот смотри, здесь буквально в двух шагах с тропы, которая идет в Анастасии эскизкид, мы видим остатки тарапана, причем огромного тарапана. Это что у нас получается? Та же самая местность, только пещерный город с той стороны. С того лета. Но фактически та же самая местность. И здесь люди делают тарапан на открытой местности. Гораздо больше и гораздо производительнее. Там, в пещерах, тарапаны все в 2-3 раза меньше, чем эта. Ты же вспомни, они небольшие совершенно. Причем для каждого из них нужно выдолбить камеру отдельную, чтобы производительность была меньше. Да, но учитывая, что здесь вся поверхность скальная, то можно вот здесь, можно там, можно еще где-то выдолбить точно такую же тарапану. И, может быть, они тут еще и есть просто скрытые. Не обязательно делать огромное помещение. Так что вот странность, да? На что больше всего обращаешь внимание на Качикальоне? Это огромные глыбы и небольшие куски скалы, некогда отколовшиеся от основной гряды. Но когда это произошло? Вот вопрос, когда они были сделаны, до падения этого камня или после? Тут однозначно сказать нельзя, мне кажется. Оно могло и так лежать, и так, как угодно могло быть. Вот это остатки известного издревле в этом месте храма во имя святой Анастасии Узрешительницы. Первые упоминания о этом храме известны с конца XVI века. То есть, скорее всего, его история гораздо позднее, просто упоминаний об этом не осталось. Судя по сооружениям, выдолбленным в уже упавших камнях, например, в средневековых храмах или камерой с тарапаном, кажется, что катастрофа случилась до основания пещерного города. Что касается храма, его овальный высокий купол вполне соответствует логически объяснимому принципу работы со скалой, и результат похож на то, что мы увидели в современном монастыре. Камера с тарапаном, судя по всему, была доработана, и следы от инструментов на стенах совсем другие. Вот наличие здесь тарапана. В этой пещере посвенное подтверждение того, что тарапаны строились в период уже второго этапа строительства пещерных городов. Но все ли пещерные камеры появились до катастрофы? Следы обработки камня в тот период, когда эта глыба была частью Качикальона, потому что мы видим отверстие для оградки, вот эта площадка была явно обработана, выдолблена, выровнена. Вот стена, стена пещерной камеры. Вот характерные когти, обработка стен. Есть на Качикальонском склоне, в частности, огромное нагромождение глыб, вероятно, бывших некогда той частью скалы, которая называется сейчас Первым Гротом. Довольно внушительный и по виду, и по размерам вывал породы. Разновеликие камни, усеявшие склон, впоследствии обрабатывались местными жителями. Это заметно при исследовании склона. Но скальный завал, образовавшийся в нижней части склона, являющийся сейчас неким многоуровневым гротом, несет очень любопытные следы, свидетельствующие о том, что первые пещерные камеры появились до обрушения. На одной из глыб есть следы ручной обработки камня, и появиться они могли только до того, как скала обрушилась. Вот так, в таком совсем неожиданном месте. Что касается обустройства пещер, то в разное время их заселяли разные народы. Если есть готовые помещения, почему бы их не использовать для своих нужд? Будь то сельскохозяйственный склад, хлев, цех или храм. В одной из пещер кто-то живет до сих пор. Прекрасный пример того, как наследие тысячелетий используется и в наши дни. Тут находится отшельник. Он там молится. Находящийся здесь человек молится, находясь в пещере. Здесь его вещи сушатся. Там какие-то кастрюли. И молящийся человек. Много и других любопытных находок было сделано нами в ходе осмотра Качи Кальона. Например, удивило наличие морского песка в одной из камер на вершине города. Свежий морской песочек. Откуда же он мог появиться в искусственно вырубленной пещере? Наверное, какие-то строители византийские сюда натаскали. Причем обратите внимание, где мы находимся. До моря отсюда несколько десятков километров. Ну а высота сами можете судить. А также странным показалось наличие неокаменелых морских ракушек. Это, в принципе, привычная картина, когда ракушечный слой в пещерных городах, из которого и состоит, собственно, крымский звездняк, но здесь можно убедиться в том, что эти ракушки не окаменелы. Это вот такое ощущение, как будто они вчера буквально вышли из моря. Нашли мы странные металлические вкрапления. По мнению геологов, это остатки морской флоры и кораллов, ведь миллионы лет назад это было морским дном. Вот, получается, здесь был скол, кусок скалы вывалился, находится сейчас ниже. И здесь обнажилась толща известняка, то есть из чего складывалась эта гора, все вот эти вот осадки, которые не весь сколько времени накапливались. И вот тут окаменевшее дерево прямо видны. То ли ветки, то ли стволы, хаотично расположенные в перемешку с древним молюстом. Впрочем, некоторые металлические вкрапления никак нельзя приписать к природным. Что это? Может, арматура некая? Причем подобные странные предметы мы обнаружили и на эски кермении. В пещерной камере упавшего фрагмента мы обнаружили некие металлические вкрапления, похожие на прутья в диаметре от полутора до четырех сантиметров, которые буквально, условно, вплавлены в камень. Предполагать их монтаж в относительно недавнее время странно, ведь пещерная камера находится в стороне от научных и туристических маршрутов. Возможно, этим объясняется сохранность пещерных городов, ведь они каким-то чудом пережили тысячелетия, несмотря на хрупкость известняковой породы. Что-то нечто, по нашему предположению, некой арматуры, которая могла служить скрепляющим элементом пещерных камер. Так как и чем струили? Ответ в следующей программе. Чем объясняется уникальная сохранность крымских пещерных городов? Какими инструментами могли пользоваться их строители? А также, какие народы оставляли свой след в разных этапах создания этих памятников архитектуры? Черноморская Атлантида. Древние орудия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова